Ничто не забыто, никто не забыт. В поселке Октябрьске в администрацию на прием к главе пришла Людмила Васильевна Соколова, чья семья в годы войны проживала в городском поселении. Женщина обратилась в просьбу внести в список имен воинов фамилию ее отца Кузнецова Василия Александровича, пропавшего без вести в годы войны. Просьба Людмилы Васильевны заключалась в том, чтобы нанести фамилию Кузнецова на наш мемориальный памятник. Тот единственный памятник героям войны, который у нас есть на мемориале славы, где у нас вечно цветы. В общем-то, такое место. И мы, значит, я, естественно, не мог пройти мимо этого факта. И мы решили, значит, вынести этот вопрос на Совет депутатов. Совет депутатов рассмотрел заявление Людмилы Васильевны. Естественно, это всех обрадовало. И получили абсолютные единодушия депутаты все за то, чтобы фамилию Кузнецова уйковечить и нанести, и, так сказать, выбить золотыми буквами так, как фамилии других участников вот этой Великой Отечественной войны. В годы войны на территории района располагались военные госпитали. На кладбище Октябрьского похоронены солдаты, умершие в этих больницах. В 2006 году на кладбище был открыт памятник этим воинам, но на плите были указаны фамилии без имен. Во время панихид это очень мешало поминать погибших, но и здесь к проблеме отнеслись с пониманием. Смотрители кладбища Анатолий и Виктор Козловый за свой счет установили новую надгробную плиту, где имена указаны полностью. До этого стояла много лет, плита маленькая, просто с одними фамилиями и инициалами. Ну, к 70-летию Победы, как бы уже пора, мы поменяли на новую большую плиту с именами, отчествами и написали историю, как сюда попали эти люди. Екатерина Максименко, Никита Скраган, Алексей Осипов.